Вторжение. Часть третья. Пляж. Пляж, убивающий или утаскивающий всех, кто живет в городе. Если вы найдете эти записи, не подходите к этому озеру близко. Пески живые. И они пожрут вас, прежде чем вы поймете, что ваши ноги разорваны. Они разодрали ее. Она буквально стояла на обрубках ног, прежде чем осознала, что стала короче. Ладно, это преувеличение. Но видеть это было ужасно. Когда она попыталась бежать, то, что осталось от ее ног, развалилось и она упала. Кричала она недолго. Потом мы нашли машину с ключами недалеко от озера. Я заметил блеснувшую связку ключей, пока мы бежали. Я думаю, нам бы удалось сбежать и без машины. Но она помогла. В бардачке нашлась карта дорог. Она на языке, о которой никто из нас не знает. На одной из страниц был загнут уголок. Карта дорог с этой страницы соответствует форме города и реки. Мы хотим найти бензин и ближайший город. Облака не рассеивались ни разу с тех пор, как мы тут появились. Не на минуту. Надеюсь, это обычно для этих мест. Последнее, что хотелось бы встретить, это аномальную погоду. Это третья часть, документирующая наши попытки выбраться. Доктор Пидмунд. Конец записи. Ночь третья. Один магазин и один пистолет утерян. 58 патронов осталось. Нашли еду в продуктовом магазине. Ищем магазин с оружием. SCP-165. Ползучие плотоядные пески Тули. Объект номер SCP-165. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Объект содержится в милитаризированном биоисследовательском участке 14 и относится к паразитическим организмам. SCP-165 должен содержаться в условиях карантина в высочайшей степени стерильности. Микроволновые генераторы, размещенные вокруг SCP-165, служат для удержания его в зоне заключения. Каждые 9 дней объекту скармливается крупный рогатый скот общей массой как минимум 750 кг. Описание. Органическая часть SCP-165 напоминает обыкновенных паразитических клещей. 750 мкм в длину, с 8 конечностями и генетической структурой, схожей со структурой домашнего полевого клеща. Основное различие – поведение, сходное с поведением рака-отшельника, заключающееся в прикреплении песчины к спине. Неизвестно, какую роль выполняет песок, но обширная колония численностью от сотен миллиардов до триллионов особей образует достаточно большую дюну. Сходство с «данные удалены». У SCP-165 только внешне. Особи в колонии «данные удалены» по происхождению являются простейшими, но несомненно проявляют признаки коллективного разума и сигнальной системы неизвестного характера. Колония SCP-165 состоит из отдельных клещей, которые не взаимодействуют с другими особями, а напротив борются между собой за пропитание. Подобно москитам, они обнаруживают жертву по появлению в воздухе двуокиси углерода и сахаров. Клещи передвигаются по направлению к жертве, перекатываясь и прыгая, и используют конечности только для переползания друг через друга. Попав на тело жертвы, клещи окусают ее, выделяя вызывающий а не менее токсин, схожие по составу с теми, что выделяют москиты и блохи. Жертва, как правило, не подозревает о том, что миллионы клещей, вьющихся вокруг, заживо пожирают ее. Обычно рой напоминает воронку, вращающуюся вокруг жертвы или части ее тела. Соревновательное поведение особей колонии SCP-165 достаточно эффективно для того, чтобы обгладать часть тела животного до костей за считанные минуты. Обладающий анестетическим действием токсин настолько эффективен, что жертва может даже и не проснуться, пока ее конечности обгладывают клещи. Клещи устойчивы ко всем пестицидам, кроме самых сильных, не переносят жару и по возможности ищут затененные места. Наиболее активны в ночное время суток, охотясь на крупных спящих жертв. Высокая температура является наиболее эффективной мерой сдерживания объекта. Примечание. Вероятно, правительство США заинтересовалось дюнами SCP-165 80 лет назад. Область, где был обнаружен SCP-165, располагается в ныне покинутом городе для немецких эмигрантов Фредерик-Берсге, Аризона, в пустыне Туле, неподалеку от полигона базы ВВС Голду-Уотер. Обособленный городок Фредериксберг был основан в конце 1800-х годов, а к 1908-му стал городом-призраком. Конный отряд, пребывавший в городе, докладывал о том, что все обитатели пропали, а строение опустили. Отряд решил остаться в городе на ночь в заброшенном отеле, как оказалось только лишь за тем, чтобы стать свидетелем того, как их лошади превратились в груды костей. Все сбежавшие в ту ночь, кроме четырех оставшихся солдат, рассказывали о том, что песок заполнил строение подобно воде при наводнении. Этих четверых больше никто никогда не видел. Наименее пострадавшее здание стало прибежищем самого большого роя SCP-165. В конце 1950-х годов армия США предприняла попытку к устранению SCP-165 путем массовой бомбардировки. Это успешно уменьшило численность SCP-165. Однако в 1980-х стало ясно, что необходима полная зачистка и извлечение для того, чтобы убрать все следы существования SCP-165. Мобильная опергруппа «Эпсилон-9» «Пожиратели огня» была вызвана для содержания и извлечения SCP-165. При входе в город группой была найдена перевернутая табличка, на которой было написано по-немецки «Опасайтесь ползучего плотоядного песка». Огнеметы группы успешно справились с тем, чтобы превратить песок в стекло и тем самым сократить численность SCP-165 до приемлемого для транспортировки уровня. Дюна SCP-165 весом в 4 тонны была погружена и транспортирована в участок 14, где она находится под наблюдением. Если слова «эзотерическое содержание» ничего не значат для вас, пожалуйста, прекратите прослушивание.